Всем доброе утро. У нас 7 часов утра. Я бегу. Угадайте куда. Номера оформлять. Машину, вернее, оформлять. Не знаю, у нас, как я вам рассказывала, что там, если сделать запись по записи, то самое рано в следующем месяце будет. В октябре, там, где-то. А если... Ну, есть еще возможность такая, что можно прийти туда и... Ну, первые или пять, или десять, я точно не помню. Человек они без записи пропускают. Ну, и там таких, как я, очень много. Открывается полдевятого, а сейчас 7 утра. Не знаю, надо было, может, на машине, но так подумала, что, а вдруг за машиной потом там смотреть, надо за парковку платить. Оттуда не отойдешь. И решила, что проще пешочком пробежаться, пешком идут туда. Вот так, вот Саша отведет Рому в школу. Давид собирается на работу. Да, кстати, всем спасибо большое, кто пожелал Давиду здоровья. У него упало давление. Это было первый раз такое. Ну, ему он чуть полежал, ему легче стало. К вечеру он уже пошел гулять. Так что все, слава Богу. Я сегодня практически всю ночь не спала. Не знаю, мне какие-то мысли в голову лезли. Что-то я думала о себе. В общем, вкрутилась, вертелась. То мне попить, то в туалет, то жарко, то холодно. И заснула я в четыре часа. Ну и в шесть я уже встала. В общем, не знаю, что со мной, почему это так. Ну все, бежим, там увидимся с вами. Так, ну что, муж мой, я добежала. Последнее включение было, когда я туда бежала, да? Я добежала. Пришла, в общем, можно сказать, первая. В общем, мужчина прямо передо мной подошел, и я вот подошла. Получается, я была вторая. И сегодня, оказывается, в пятницу, информация для тех, кто в Лэнстайне. В пятницу у нас здесь можно без термина, без записи. Просто тянуть этот корешок, в общем, по очереди. Сделали, только в пятницу. Остальное все по термину. Да. Другой день, ты только с записью можешь попасть. И то, эта запись, в общем, сейчас мужчина там злой такой передо мной, который первый был. Он говорит, третьего, что же он мне сказал октября, говорит, самый первый термин. Тут мы делали нам тоже. Да. Две недели ровно. Мы делали, и потом, наверное, вот 30 сентября только термин был. В общем. Ровно две недели. В общем, этот мужчина, который был впереди меня, он зря прождал. Он вроде как на жену хотел оформить машину, а жены не было с ним. Мы его послали. В общем, полтора часа мужик прождал просто так. А Саша Рому отвел и пришел ко мне. Там еще брат потом его подключился, тоже пришел, тоже машину купил. Коллега бывший. Коллега бывший. Я говорю, все собрались. Всей толпой. Ну, что вы думаете? Мы все сделали номера, все нам приклеили, все сделали. В общем, довольны. Взяли кофе. А то же мы сегодня не завтракали даже. Саша себе булочку взял. И идем домой. Сейчас уйдем с дороги с этой суммой. Так что, видите, мы как удачно. Александр даже забрал спортзак. Ну, спортивную сумку. Ромка вчера ее потерял в школе. Он всегда у нас все теряет там в школе. Говорит, там у нас все равно сыщик работает. Говорит, он все находит. Это он на хаус-мастера, говорят, сыщик. В общем, он, говорит, все вещи, говорит, находит. Все, что теряет дети. Ну, и сегодня Саша пошел его отводить. И нашел там его рюкзак. Спортивную сумку. Еще и представляете, какой этот ребенок у меня. Говорит, папа, говорит, ты меня лучше, чем мама будешь. Я говорю, нифига себе. Что это такое? Вчера, говорит, я папу чуть больше люблю, чем маму. Короче, тебе надо на работу. Все, надоело. Все эти, что это такое? Это знак тебе. Любовь мою переманиваешь к себе. Вот так вот. Так что спортзак у нас же сегодня тренировка еще с Романом. Поэтому надо забрать было обязательно. Вот так. Я уже кофе выкила. Александр завтракает. Я сейчас дома буду завтракать. Сделаю что-нибудь вкусненькое. Это хорошо с утра на улице. Я утром запарилась. Пошла быстро. Запарилась, пришла эта вспотевшая. Потом уже под конец стояла. Я уже замерзла. У меня мурашки уже начались на одном месте стоять. Там такая очередь. Это ужас. Капец. Вот они сделали эту чушь. И люди все равно приходят, получается, в пятницу вот такой огромной толпой. Да. Как в Советском Союзе хлеб когда мы покупали. Да, да. Там такая очередь. Или после распада. Человек сто, наверное, в очереди. Дурдом вообще. Кошмар. Чего они улучшили или изменили, я не знаю. Ну, слава богу, что мы сделали уже. Я говорю, я сегодня всю ночь не спала, переживала, что какие-то мысли у меня в голову. О чем, к чему, зачем вот это вот лишнее. Спала бы себе спокойно утром встала, да пошла. Нет. Надо мне вот это вот все обдумывать, как там что будет. Ну, все. Сейчас домой придем. Возьмем ключи. Поставим в машину, да? На этот. Номера новые прикреплены. Там подключимся к вам. Смотрите. Идем и белочка. Туда-сюда, туда-сюда. А тут проходим, и тут как раз фундук эти орешки валяются. Я говорю, иди сюда, там грецкие орехи. Зачем тебе грецкие? Фундук от столько валяется. Саша говорит, любые открывает. И грецкие, и фундук. В общем, сюда побежал, куда-то туда-сюда бегала здесь. Куда-то на дерево. Только не как у нас. Да. Только роботов. Не надо к стоматологу ходить. Вон она бежит, вон она, с орешком в зубах, смотри. Черная эта, да? А, нету. Вон она, смотри, какая классная. Ай, какая классная. С орешком во рту. Иди сюда. Вон она, маленькая такая, смотри. Она как вот эта, бебечка еще, да? Малютка прям. Ой, маленькая. Уронила орех, что ли? Нет. Вон сколько грецких орехов. Внизу тут, и там. Вон она, по дереву прыгает. Бегает. Классно. Это вот у нас олень идет вот такая, и полностью с обоих сторон грецкие орехи. А, вон она, вон она, красотка. Побежала туда, смотри. Нильский гусь. Нильский гусь, это не утка. Да, они так называются, Нильский гусь. Я же гуглила тогда и сфоткала, специально посмотрела, как они называются. Вон они, красавцы. Ну, наглые, это капец. Простые утки даже близко не стояли с ними. Смотрите, он уже идет, думает, сейчас я его кормить буду. Да? Нельзя вас кормить. Говорят, штрафуют. Вот так вот. У нас всю жизнь ели и гуси, и утки, и поросята все подряд. Это не из-за этого. А они говорят, что у них типа пищеварения, они мрут от этого, что чем попало, кормите. Что нельзя хлебом кормить. Вот так. Потому что из-за этого это? Ну, мне так подписчики писали, по крайней мере. Они не гадили, где попало, чтобы не собирались кучей. Ну, мне писали, что из-за этого. А все остальные пропали. Наши, которые маленькие уточки, красивые вот эти были. Серенькие, разноцветные вот эти. И только одна семья у нас лебедей живет. Раньше столько лебедей было. Одна семья лебедей, которая каждый год выводит лебедят. Вот она вот там, на лане живет. Они их иногда переселяют. А может быть. Но и вот эта одна семья, она до сих пор здесь прикидет. Там такие серые, здоровые, прямо у них эти, чтоб пять их, наверное. Они уже как они сами лебедят. Они там в одном месте, постоянно на яйцах сидят. И то, получается, этот охраняет, папа их. Там же еще такой заводь. Да, и они там сидят. Электростанция стоит, эти, как они? Шлюзы. Шлюзы эти, где пропускают кораблики, в общем, баржи. Электростанция, как может такое сделать. И там такая квадратная бетонная заводь. Вот они в углу там делают. В тихом месте, где их никто достать не может. И сидят там на яйцах. И они на велике раньше я проезжала. Они там шипели постоянно. И этот, и тот. Подхармливали, да. Ну, мы близко не подходим, а так сдалека. Покидаем хлебочек. Они таки довольны. Этот даже менял ее, я видела, туда-сюда. Они, видимо... Настоящая пара. Вот как они, как должна быть семья, что... Ну, они же всегда, они же, по-моему, даже не этот... Вторую не заводят, там, если один погибает. Молодцы такие. Прям. Ну, вот единственная парочка у нас осталась, что они каждый год лебедят выводят. А куда лебедята их не одеваются, интересно. Летают дальше. Да? По-моему, 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 по-моему. Ну, вот. Вот находят других. У них здесь есть места специальные, куда их выводят. Если они раненых находят, они же бывают, знаешь, этот рыболовный крючок проглотят или еще что-нибудь. И потом, они есть вот эта служба, которая смотрит, ездит. Ветеринары специально. Ну, ловят их. В Ютубе целая куча видео таких, где они их отлавливают, лечат потом, если могут спасти, скажем так. И есть специальные озера, их туда потом увозят, они восстанавливаются там и живут там. Их целая куча не только лебедей, а всяких разных. Так, ну что, мы идем. Стоит наша красавица или красавец, как его назвать, я не знаю, в нашу машиночку. Пока что ничего на ней нет. Сейчас тоже Сашин брат говорит, могут наклеить желтую наклейку, что он стоит без номеров. Ну, это он должен очень долго стоять. Да. Как минимум две недели. Ну, вот он. По-моему, раньше, по крайней мере, так было. Сейчас же все меняется, поэтому... Машиночка наша. У нас, правда, нет номеров. Я ключи, но не взяла, да? Ой, слушай, ее же помыли, Мы ее под дерево поставили, она вся грязная. Теперь снова. Ой, всякая вон грязь с деревьев. Там накопается, смотри, все. Да. Тетик, эти? Забирай, давай. Нет, впереди. Наверное. Я не знаю. А посмотри, вот машина с другой. Саша клеится с этим, чтобы мусора видели сзади. Ну, Саша, полицейский. Ну, да. Да. Держи. Какие ступы. Фроинд уменьшится. Как немцы говорили. Раньше такая. Ну, некоторые, наверное, сейчас так говорят. Что-то пришли, они какие-то помятые нам. Чуть, ну. Ну. Вот такой вот у меня номерок будет. Видите? Получается, на Мерседесе у нас... Раньше такой не был на Лексусе. Что-то, мне кажется, на Лексусе такой был. Только с Мюк был он такой. Да. 252. Я тоже вот сегодня, когда сидела там, я думаю, блин, у нас на Лексусе же такой был. Да, только он был с Мюк. Да, Мюк у нас не Эмс был, а Мюк там. И да, точно, Саш. Не помню. И получается, смотрите, у нас на Мерседесе будет А, Б также 282, а у нас здесь на этом, на Фауэ будет 28... Ой, 252. В общем, вместо пятерки, восьмерка там на Мерседесе. То же самое, в общем. Так что мы с номерами. Сегодня будем кататься. Ромка дождаться не может. Он говорит, когда же я уже на ней покатаюсь. А сыну старшему говорю, пойдем, посмотришь хоть машину. Он говорит, сейчас некогда. Мама, я убегаю. Я, говорит, ее уже видела на фотографиях. Вот так вот. Спрашивали, в каком автохаусе мы ее купили. Вот. Я на автохаус. Кому надо, погуглите. Нашинский парень. Да, хороший парень, кстати. Понравился. Жалко, что он ремонтом не занимается. Вот такой приятный прям. Вот что желтая капля у нас. А, кофе, наверное, с семьей. Так, хороший парень прям такой. Приятно было с ним иметь дело, да, что он такой. А? В бассейн детки ездил. Наверное, да, они со школы же. Помнишь, Давид раньше ездил на этом, в Реальшуле, когда он пошел в пятый класс, и у них швим-курс был. И они вот на таком автобусе приезжали и шли в бассейн. Мы со следующей недели тоже с Романом же идем. Я не знаю, я вам, по-моему, говорила, что мы записались, да, на курс на новый. Так что будем, нет, вторник и среду на плавание ходить. Вот так вот. Быстро мы сделали, да, считай? Да. Всего, получается, у нас прошло два дня, как мы ее пригнали. Да, ну нам подфоркило. Даже не два дня. То, что они эти неправильные номера прислали. Те, вижу, до сих пор не пришли. Сегодня, наверное, придут. Так что, если кому-то нужны номера. Да. Мои. С настиными инициалами, можно сказать, или с моими. Да. БА282. Красивый номер, в принципе. Да. Так что можем, можем по дешевке продать вам, кто здесь поблизости. То есть, с Ланштейна тоже, или с нашего этого. Да, или с Бадемса, или с Ланштейна. Такой же почти номер, только буквы наоборот. Получается, здесь БА282 на том номере будет. Вот так. Все? Хотела сказать, ну садись, поехали. У нас же ключей нет. Так что, мне очень понравилось, кстати, на ней ехать. Она такая аккуратненькая. Забрала сейчас ромашку со школы. Он там решил нарисовать, какой дом он хочет. Сидит, рисует. А у меня тут уже дня два назад пришла посылочка. Я все забываю вам показать. Ну там такое, чуть-чуть совсем. Я заказала Саше носки рабочие. Я ему раньше уже заказывала. Года, я не знаю, года четыре назад, наверное, начала заказывать. Именно эти носки. В Амазоне я ему заказываю. И они очень долго носятся. И Саша говорит, что хорошие. Почему именно их заказывают? Потому что они длинные. Они такие идут, как удлиненные немножко. У него то, что рабочие ботинки высокие. И там постоянно натирают вот ботинки. Ему нужны длинные носки. И вот эти вот. И они качество неплохое. Надолго хватает. Здесь получается 12 пар я заказала вот этих носков. И стоили они около 49, что ли. Что-то такое. Но их реально на год, наверное, даже больше хватает. Этих носков, что они плохо. Ну такие хорошие прям. Ну и Саша удобные. Так что. А вот эти, которые в Lidl'е я брала. Он говорит, они немножко вот тут вот узковатые. И коротковатые. Ну, давидки, сам а то давидки. Короткие. Короткая обувь рабочая, поэтому ему нормально. А Саша вот такие вот будут теперь опять. У него еще есть, но там мало осталось. Протирались, повыкидывали. Вот сейчас новые будут. Так что, Александр, ты с носками. Вон он. Занял свое привычное состояние. Ну, да. Прилег. Смотрите, сколько носков. Вот они. Долго, да, они носятся, Саша? Может, я сколько их, не знаю. Последний раз, наверное, года два назад я ему покупала. Вот он их носит, носит, носит. Каждый день он, получается, меняет носки, да? Да. И вот, насколько посчитаете, хватает. Одна пара на один день. Ну, так. Так что? Возьмешь с собой в ящик свой положишь, и будет у тебя. Какой у меня уже нарисовала. Моя работа на дождь. Ну, да. Такой домик. Такой домик. Конечно. Такой. Какой у тебя дом. Ты такой дом хочешь? Да. Ого. Ну, классно, я тоже такой хочу. Но если ты вдруг построишь такой или купишь? Возьмешь нам? Ну, когда подрастешь. Возьмешь нас жить с собой? Маму, папу, Давида, Ричи. Все будем вместе, да? А как мы Ричи принесем туда? В клетке. А как мы поедем? На машине поедем? Да. Подожди, я беру нарисоваться. А, на горе он будет? Ну, давай. Так что, пап, нас берут с собой жить. Хотя бы обещают, уже хорошо. Такой дом я хочу. Ну, вот сюда положи его, чтобы видно было. Вот такой дом он хочет. И он стоит на горе, да? Вот на такой горе. А там что? Рассказывай ребятам. Там. Так. Что там? Это заход, что пичит. Что там? Тут. Нет, ну ты рассказывал на горе, что у тебя тут. Это где в Уаннштейне? Уберландштейне. Это снег там, ты сказал? Да в Уаннштейне, только в другом. Понятно. Ну, в душ идем? Да. Да? Все, теперь можем? Ну, убирай. Ну, а когда мы поедем? В дом в этот? Да. Когда купишь? Не, а когда? А куда поедем, сынок? В этот дом, когда переедем. А, ну не знаю, когда купим такой дом или построим, тогда переедем обязательно. Ну, классно. Слушай, тут машина, да, у тебя еще или что? Угу. А это что такое? Забор. А, я думала сварь. А это пруд. А ты знаешь, что это такое круглое там? Угу. Это солнце, свет. Ну, покажи свои руки. Сегодня Рома пришел с разукрашенными руками. Ну, с другой стороны. Что у тебя там написано? Рома. Это кто тебя научил такое писать на руках? Я сам. Да? Написал. Написал. Роман, Роман. Раньше вот писали часто все именно на костяшках. Рома взял, написался. Где он такое увидел? Как он придумал? Ладно, пошли мы. Роман, пришли на легкую атлетику. Ну, что, взялся его? Не жалко. А что ты его закрутил? Ромка, в общем, бежал, бегом. Хочет, прям хочет на легкую атлетику, да? Угу. Уроки не сделали до конца, но не еще. У нас выходные впереди. Поэтому... Что-то там ворота были закрыты. Я надеюсь, у нас сегодня будет. Или еще просто рано. Пойдем сейчас. Да, в голуби ходят. Смотрите, сколько орешков. Прям очень много фундук. Фунтука. Да? Пойдем сейчас. Ну, сегодня вроде как детки постарше. Надеюсь, твои тоже там будут. Что, идем мы с Романом вдвоем домой? В общем, оказывается, не будет у нас сегодня тренировки. Нас-то нету в этой ватсап-группе. Но сейчас уже добавили. И они, оказывается, писали, а про нас опять забыли. Ну, вот так вот. Так что, ну, вы сказали, в следующей неделе уже начнется все нормально будет ходить. В следующей неделе у Романа будет уже начнется насыщенная жизнь, так сказать, школа. После школы логопед понедельник. Во вторник опять школа. Потом у него плавание. Потом в среду у него плавание и легкая атлетика выпадает. Но если он так захочет, что два сразу, то будет в среду. А если нет, то в пятницу будем ходить на легкую атлетику еще. Вот так вот. Так что начнется у него уже спортивная жизнь. Но сейчас, конечно, он идет недовольный, обиженный. Но ничего. Вот так. Будем сейчас заниматься дальше делами. Ну что, отвела Романа домой. Они там с Сашей делают, уроки-то делают. А я поеду, быстро закуплюсь. И потом еще у нас есть какие-то планы. Пришла в машину. Номера мы, как вы помните, сегодня поставили. Купили тоже эту зеленую наклеечку. Надо будет тоже наклеить ее. В общем, поели. Все разложила. Документы принесла в машину. Надо будет еще Ромке на эти браслетики сюда принести. У меня там есть еще Роману. Хочу купить киндерзит сюда. Ну, детское сидение. Отдельно, чтобы было тоже. Все. Погнали. Все, я закупилась. На 91 евро я закупилась. Смотреть все, что купила. Сейчас надо тут... Ой, открыть будет машину. Еще... Еще непривычно. Я еще к ней не привыкла. Так, где мой печик? Что купила? Сейчас будем с вами складывать. Морковочку взяла вот такую. Силограмм-то, по-моему, да? Огурчики, наконец-то, были. А то в последнее время у нас в нашем Лиддле не было вот этих огурцов. Или они были совсем желтые, толстые. Или их вообще не было. Наконец-то были в этот раз. Потом, что я еще... Вот такой вот перчик, паприку взяла. 1,59, по-моему, взяла. Потом яблочки взяла вот эти. Но яблоки что-то дороговато. По-моему, 3,59 или что-то такое. Или я не туда посмотрела. Вот эти вот. Вот такой пакет. Потом, что еще я взяла? Помидоры розовые, 2,59. Помидорки вот такие. Мне понравилось. В последнее время прям присела на них. Потом мальчишки багеты у меня вот такие вот любят. Чесночные. Но это получается, по-моему, из темной муки. Такие темные мы еще не пробовали. Тик-так я взяла в машину. Потом взяла вот такие. Конфеты мандем с мальчишком. Вот такие у меня Ромка любит на палочке. Появились опять уже. Уже все для Нового года подается. И что еще? У меня тут картошка. Вот такой вот сырок я люблю. Ромки лажу. Он не хочет его есть. Не понимает вкусы. Он даже его не пробовал никогда. Говорит, я такой не ем. Другие вот эти вот удовольствием ест. А вот тут невесты. Я говорю, не в школу. Уже хорошо, наоборот, на перекус. Вот. А там что еще? Мандаринчики вот такие. Сетка взяла. 2,19, по-моему, они вот эти. 750 грамм яйца. Виноград. Потом вот этот мюллер. Мельш. Мельх. Потом уксус сегодня залезет, что мне маловато взяла. Потом сыр вот такой колбасный. И вот такой сырок. И вот такой сырок. И сметанка у нас сейчас по 59 центов. Брецели. Сыр моцарелла. Тряпочки для кухни. Моцарелла тертая. Вот эти мои любимые орешки. Я с ними люблю чай пить. Тостерный хлеб. Простой хлеб. И цветочки вот там. И водичка. И вот тут такая маленькая водичка. Все. Вся моя покупка. Заплатила 91 евро с копейками. Продукты выбрузила. Машину припарковала. Приходится туда в бассейн уездить. Потому что ближе нет парковки. У нас тут проблема с парковками. У нас вообще 2 парковки наши. Но одна с квартирой. В общем сдается раньше. У нее вообще у этой женщины. Которая у нас снимает квартиру. У нее не было. И нет машины. Но она сейчас себе нашла друга с машиной. И он теперь ставит там. И поэтому приходится искать. Парковку где-то в другом месте. Здесь освободилась парковка. Можно было здесь припарковаться чуть ближе. Ну ладно. Как есть. Все. На сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в следующем. Завтра в следующем видео. И всем пока-пока. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok